АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Здравствуйте! Это итоговая программа телеканала Универ ТВ. Почему я заговорил о поэзии, узнаете чуть позже. Также смотрите сегодня. Есть две триктории поступления для иностранцев на бюджет. Абитуриенская пора. Сколько иностранных студентов примет в этом году КФУ? КФУ получил 2 мегагранта. Исследования для спасения жизни. О разработках и новых направлениях в области медицины в интервью с проректором Андреем Киасовым. К нам пришел автор и говорит, у меня кажется, я что-то изобрел. Авторское право. Какими изобретениями может гордиться ВОЗ? Создать как раз портал, где было собрано рукописное и печатное наследие татарского народа. Рукописи требуют публикаций. Как университет поможет в сохранении наследия татар. В Казанском федеральном университете началась приемная кампания для иностранных абитуриентов. Набор студентов стартовал по всем направлениям подготовки. Это первый постпандемийный прием, который пройдет в смешанном формате. В этом году университет на контрактной основе сможет принять более 2000 иностранных студентов. Для тех, кто рассматривает возможность обучения в Казанском университете, работают горячие линии, проводят прямые эфиры и инсталайфы, где абитуриенты получают ответы на самые актуальные вопросы. О правилах приема и тонкостях поступления расскажет Роза Зарипова. Я хочу подать документы и поступить за первые курсы. В Казанский университет Фуат приехал из Алжира. Одним из первых подает документы на поступление в ВУЗ. Позади подготовительный факультет, впереди вступительные экзамены. Я пока русский язык учусь и есть несколько предметов, например, ангельский язык, история России, общество знаний и история литературы. И в следующем году я собираюсь поступить в ИФМК. Я хочу, чтобы стать переводчиком. Иностранным студентам важно поступить на подготовительный факультет. Здесь учат писать, читать и говорить по-русски. Закрытие воздушных границ со многими странами не стало преградой в желании пойти учиться. На подготовительный факультет Казанского университета поступило беспрецедентное число заявок. Для нас действительно был существенный сюрприз. Мы думали, что мы не сможем набрать на подфак в текущем учебном году, потому что многие ребята откажутся дистанционно изучать, допустим, русский язык или английский язык, подумают, что это неэффективно. И вообще повременят с решением в пользу выбора университета за пределами своей страны. Телемост из Казани с Китаем вместе со слушателями из Турции. Такой симбиоз образовательного процесса в Казанском университете. Студенты из Поднебесной мечтают приехать в Казань. Вам хочется приехать сюда, учиться уже в университете? Да, конечно, очень хочу. Важный подготовительный этап сейчас у слушателя из Турции Илькера Елдырыма. Он готовится к вступительным экзаменам. Летом планирует поступать в Институт международных отношений КФУ. Мечтает стать дипломатом. Я уже окончил в Турции бакалавар, но я выбрал часа в России на магистры. С 1 марта стартовала приемная кампания для иностранных граждан, которые поступают на программы в рамках отдельного конкурса на контрактные места. На платные места у нас план приема сейчас зафиксирован на уровне 2012 человек. Это все уровни бакалавриат, магистратура и специалитет. И, безусловно, какое-то количество, например, порядка 500 мы, наверное, примем по линии Россотрудничества. И какое-то количество, ну, может быть, порядка 400-500 будет поступать в рамках контрольных цифр приема. Что касается бюджетных мест, подача документов на эту форму обучения начнется с 20 июня. Речь идет о тех иностранных гражданах, которые поступают в рамках общего конкурса. Есть две траектории поступления для иностранцев на бюджет. Первая траектория – это, опять-таки, квота Министерства науки и высшего образования. Им необходимо подать документы на сайте министерства. Это educationinrussia.ru. Либо же часть иностранных граждан имеет возможность подавать документы наравне с гражданами России. Это страны, которые входят в межправительственные соглашения. Их всего четыре. Это Таджикистан, Тиргизия, Беларусь, Казахстан. Подать заявление на поступление можно, имея полный комплект документов. Это нотариально заверенный перевод паспорта, документ об окончании образования нотариально заверенной и фотографии. Сколько дней на самом изоляции должны провести, приехавшие из-за границы студенты в настоящее время? А это звучат вопросы от самих будущих студентов. О мерах профилактики и других особенностях приемной кампании для иностранных абитуриентов говорили в прямом эфире в Казанском университете. Напомнили, что всем иностранным гражданам необходимо соблюдать правила миграции и вставать на соответствующий учет. А также еще раз рассказали о всех необходимых антиковидных мерах. Для удобства абитуриентов в этом году полностью обновили и перевели на английский язык интерфейс по приему документов от иностранных граждан. Это позволит облегчить подачу документов для тех, кто с великим и могучим, пока на вы. Документы от иностранных студентов принимаются онлайн через социально-образовательную программу «Буду студентом». Адрес абитуриент.кпфу.ру. Кроме того, в этом году, так же, как и в прошлом, иностранные абитуриенты могут сдать вступительные экзамены также онлайн. Для этого необходим стабильный интернет и наличие веб-камеры. Роза Зарипова, Пулацадыков. КФУ. Итоги недели. Два проекта КФУ в области биологии и фундаментальной медицины победили в восьмом конкурсе на получение грантов правительства России. Государственная поддержка оказывается исследованием, которые имеют большее значение не только для науки, но и в целом для жизни людей. Эти проекты уже реализуются в Институте фундаментальной медицины и биологии. С его директором, а также проректором по биомедицинскому направлению университета Андреем Киасовым поговорил мой коллега Леонид Толчинский. Добрый день, Андрей Павлович. Добрый день. В декабре ваш институт стал обладателем, если можно так сказать, мегагранта на проведение научных исследований. Вот на какой стадии сейчас реализация этого проекта и каковы результаты запланированные, ожидаемые, может быть, мегарезультаты? Я могу сказать, что не наше институт, а весь Казанский федеральный университет и в области биомедицины, то есть один грант по биологии, другой грант по медицине, на самом деле КФУ получил два мегагранта. Эти два мегагранта, они как-то связаны между собой, потому что грант, который руководить будет Ишихеда Хайшизаки, он связан с изучением регуляторных элементов генома, то есть вот наших 46 хромосом, и почему именно определенные гены начинают работать, почему клетки разные, почему, так сказать, вот во всех клетках есть 46 хромосом, но одни гены работают, другие нет. А вот то, что мегагрант с Сувей Хансом, там, дело в том, что у нас не 46 хромосом, у нас их, по сути дела, называют 47, потому что есть еще митохондрии, в которых тоже есть своя ДНК, и там будет работа по, скажем так, ДНК метахондриальной и белкам метахондриальным. Мы в первом гранте, который делается на базе лаборатории, вот этой совместной РИКЕН-КФУ, будет изучено, почему скелетные мышцы и сердечные мышцы отличаются друг от друга, а почему сердечные мышцы, скажем так, подвержены ишемическим атакам, и вот. А во втором случае, когда мы говорим про митохондриальные вещи, это будет прямая связь с развитием опухолевых заболеваний. Теперь, если позвольте, все-таки точно уже про ваш институт. Недавно, ну, некоторое время назад, ректор Шатров-Хадж-Гафуров говорил о том, что в сентябре, вот в этом году, во всяком случае, второй половине этого года, откроется научно-исследовательская клиника, которая будет работать в области стоматологии. Вот что она будет из себя представлять? То есть, это образовательный научно-клинический центр в области стоматологии. И уже, по сути дела, вот со дня на день начнется ремонт, и там будет располагаться весь перечень стоматологических услуг в рамках лечения. Там будет образовательный процесс для студентов-стоматологов и ординаторов-стоматологов. И там же будут вестись уже клинические научные разработки новых методов тех, которые, ну, то есть, до клиника в лаборатории, а уже, так сказать, клинические исследования там. Но лечить будут по-настоящему? То есть, там посетители, клиенты? Конечно, нет. Ну, во-первых, без этого просто клиника и не выживет, поэтому мы рассчитываем, что это будет не только платный прием, но и в рамках обязательного медицинского страхования, потому что там будет все. И еще хотелось бы затронуть одну тему, связанную с проектами, реализуемыми вами, институтом, Казанским федеральным университетом. Это проект с РУСФОНДом по нейрореабилитации детей. Да, этот проект, он для нас новый в рамках взаимодействия с РУСФОНДом, хотя это взаимодействие с РУСФОНДом, оно у нас уже более пяти лет. Раньше РУСФОНД на реабилитацию детей отправлял в Испанию, там есть такая очень известная реабилитационная клиника, но поскольку сейчас закрыты границы, то мы рассмотрели возможность, что у нас создан хороший реабилитационный центр, я имею в виду чистотехнические возможности этого центра на Волково, в научно-клиническом центре. И поэтому сейчас на базе этого научно-клинического центра РУСФОНД, как это, выступает с инициативой, что там будет проходить реабилитация тех детей, которые раньше отправлялись в Испанию. Процесс начат. В эти дни буквально исполняется год, как на две недели нас отправили на карантин. Затянулось это, во всяком случае, морально этот карантин продолжается до сих пор. В душе каждого из нас мы живем и с сопереживаниями того, что происходит вокруг пандемии, ее последствий, ее реального протекания, перспектив. Вот как Казанский университет в свете продолжающейся борьбы с ковидом себя чувствует, какие меры предпринимает, что происходит здесь, внутри? Все, что делалось для сотрудников и студентов, это делалось, скажем так, то, что называется наять, с восклицательным знаком. Более того, по инициативе ректора, вы знаете, в одном из зданий нашей университетской клиники был открыт временный инфекционный госпиталь, который называют ковидным госпиталем. И там мы работали, ну, скажем так, на передовом рубеже, спасая жизни и, опять-таки, и всего населения Казани, и в том числе сотрудников Казанского федерального университета. Если вы хотите потом в продолжение сказать, когда закончится пандемия, я не отвечу, и никто на это не ответит. Вот, слава богу, в настоящий момент появился свет в конце тоннеля в виде вакцин. Одна уже постоянно, так сказать, можно привиться, это спутник ВИА, сейчас есть еще Векторовская, и на подходе центра Чумакова вакцина. Поэтому я вижу, что свет есть, и наверняка все это потихонечку скоро закончится. Очень убедительно, надо признать. Спасибо. Одно из подразделений института сейчас работает над лекарством, которое поможет в борьбе со спинальной мышечной атрофией. Препараты для лечения редких болезней – штучный товар. Как, впрочем, и все то, что проходит через исследования и разработку, ведь авторы над своими изобретениями работают годами. Более пяти столетий прошло с тех пор, как впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретения. Произошло это 19 марта 1474 года в Венеции. Это был документ, в котором признавалось моральное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени. К слову, тогда в Венеции животворил Леонардо да Винчи, творчеству которого мир обязан парообразами современных танков, вертолетов и парашютов. Со дня получения последнего патента казанскими учеными на разработку не прошло и больше месяца, а она – на злобу дня. В госреестре зарегистрирован способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с использованием сточных вод. Впереди новые изобретения. Как идеи получают путевку в жизнь, увидела Айгуль Гараева. Препарат приводит к выработке белка, тем самым препятствуя отмиранию дегенерации нейронов в центральной нервной системе. Спинальная мышечная атрофия – одно из так называемых орфанных или редких заболеваний. Редко кто из фармкомпаний берется за разработку лекарств. Невыгодно. Рынок маленький, а усилия нужны колоссальные. Взялись ученые научно-клинического центра Института фундаментальной медицины КФУ. И более того, выбрали стратегию создания не коммерческого, а социального лекарственного препарата. Самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Залгенсман стоит в России 150 миллионов за один укол. Мы в нашей лаборатории запустили проект по созданию аналогичного препарата. Мы не гонимся за коммерцией, за высокой моржой. И это, в принципе, может позволить снизить стоимость этого препарата в сто раз. Суть разработки заключается в том, что в организм больного человека доставляется новый рабочий ген, который начинает вырабатывать необходимый для излечения белок. В нашей лаборатории мы уже создали четыре прототипа. Один из них уже получил патент, еще один находится на стадии патентования. К нам пришел автор и говорит, у меня, кажется, я что-то изобрел. Прекрасно. Мы говорим, хорошо, комплект документов принесите. Вот он должен нам принести шесть основных документов. Закрепляет право авторства за изобретателем или группой лиц патентно-лицензионный отдел университета. В одноименном разделе на сайте КФУ вся необходимая для авторов информация. В прошлом году вузам было получено 78 охранных документов. В той же фармацевтике есть разработки лекарств для лечения и более распространенных заболеваний. Против Альцгеймера, например, диабета, некоторых видов онкологических заболеваний, имеет колоссально высокий потенциал. Мы их изобрести-то изобрели, но когда они войдут в гражданский оборот, когда они будут испытаны, проверены. С бумаги в жизнь. Внедрить изобретение разных областей в объекты хозяйственной деятельности – наиглавнейшая задача. Ряд полученных университетом патентов уже передали в такие крупные промышленные предприятия республики, как Татнец, Нижнекамск, Нефтехим, Казань-Орксинтез, Алексеевская керамика. Тандем, который создан университет и предприятия реального сектора экономики, дают колоссальные доходы нашим предприятиям. По итогам последних нескольких лет мы начали подавать заявки на зарубежное патентование и получили уже 13 патентов. У патентно-лицензионного отдела КФУ есть весомые преимущества перед фирмами, которые также оказывают помощь авторам, но будучи уже объектами рынка. Если в одном изобретении два изобретения, способ и устройство для реализации, то от 100 тысяч и выше. То есть фирмы, которые действуют на этом рынке, они имеют достаточно высокий уровень цен. Вот в этом плане нашим университетским изобретателям и вообще изобретателям вузов, я думаю, повезло, потому что все эти работы проводятся за счет учреждений, за счет университета, бесплатно. Из 156 авторов, подавших в прошлом году заявки на объекты собственности, 113 человек – молодые люди до 35 лет. Евгений Константинович Завойский уже в 21 год, будучи студентом второго курса, получил патент на управление механизмами на расстояние. В будущем он стал первооткрывателем электронного промагнитного резонанса. Евгений Завойский, Семен Альчулер, Михаил Зимин, Аркадий Пудовик. Это имена далеко не всех ученых, чьи авторские свидетельства и дипломы на открытие хранятся в Музее истории Казанского университета. В отличие от патента, авторское свидетельство не сохраняет за автором исключительного права на пользование изобретением. Это понятие авторское свидетельство возникло в 1919 году и просуществовало до 1 июля 1991 года, когда и возникло понятие патента, и основным охранным документом стал патент. О многом говорит так называемый коэффициент отказа в деле получения охранных документов. По данным лицензионного отдела, из 10 заявок патент получают 10 разработок. Коэффициент сведен к минимуму. И это позволяет университету уверенно занимать лидирующие места в области изобретательства как в республике, так и в целом по стране. Айгуль Гараева, Алексей Румянцев, Булат Садыков. КФУ. Итоги недели. Казанский федеральный университет в партнерстве с Духовным управлением мусульман татарстана и Институтом восточных рукописей в Санкт-Петербурге готовит к публикации рукописи, связанные с наследием татар. В Казани и Санкт-Петербурге хранятся редкие издания, которые вдохнут новую жизнь в исследования по истории и литературе татарского народа. По сути, это крупнейшая в России и мире коллекция рукописного и печатного наследия татар. Это и арабоязычная графика, и латиница, и современная кириллица. Это тысячи книг, которые не утратили своего значения. Оценила масштабы предстоящей работы Роза Зарипова. Восточные рукописи чаще всего в кожаном переплете. И, конечно же, для того, чтобы сохранить его целостность, рукопись мы не раскрываем на 180 градусов. Завернутые в папки и бумаги, рукописи и книги бережно хранятся, как бесценное золото. Непотребный внешний вид скрывает внутри глубокую роскошь истории народов мира. Самый редкий экземпляр датирован XI веком. Отдел рукописей и редких книг – сердце научной библиотеки Казанского университета. Фонд восточных рукописей составляет более 13 тысяч единиц хранения. Из них около 6,5 тысяч – это тюрко-татарские рукописи. Около 6 тысяч – это рукописи на арабском языке. И около тысячи рукописей на персидском языке. Это самая крупная арабографическая коллекция рукописей в России. Имея такой золотой исторический литературный фонд, Казанский университет вместе с Институтом восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге планирует выпустить редкие татарские рукописи. Речь идет о создании электронного портала восточных рукописей. Это станет достоянием общественности. Партнером также выступает Духовное управление мусульман республики. Вместе с ним мы решили начать прежде всего с публикации, цифровизации татарской богословской литературы, учебников различных, которые использовались в Медресе и Мектебе в 19-м, начале 20-х веков. Сегодня к редким экземплярам могут прикоснуться лишь единицы. В рамках программы планируется оцифровать работы, и тогда любой читатель с любой точки мира сможет ознакомиться с ними в электронном формате. Речь идет, конечно, о создании специализированного портала, где каждый желающий мог бы найти возможность для того, чтобы познакомиться уже с оцифрованной копией, фоксимиле. Работа предстоит скрупулезная и хрупкая. Для реставрации по бумаге допускаются аттестованные специалисты определенной категории. Планируется привлечь сотрудников из разных групп. Это и ученые, и химики Казанского университета, историки, лингвисты, филологи, ученые Академии наук и Национальной библиотеки Татарстана, а также зарубежных специалистов. Здесь также взаимодействие у нас выстраивается с коллегами через Эрмитаж. Это центрами европейскими взаимодействие через Эрмитаж по привлечению специалистов по реставрации бумаги, рукописного наследия в целом. Кроме того, летом планируется запустить школу реставраторов по бумаге от КФУ на базе Болгарского заповедника. Для работы будут отобраны ряд наиболее характерных и сложных по своей сохранению и реставрации объектов, которые с ведущими специалистами из центров Петербурга и в Москве, работы с реставраторами Казани и с магистрами, обучающимися на программе, будут проходить специальный мастер-класс. Процесс по оцифровке старинных изданий в научной библиотеке Казанского университета идет полным ходом. После окончания этой работы виртуальный доступ к раритетам станет доступен всем пользователям всемирной паутины. Истинное наслаждение от знакомства с рукописями можно получить уже сейчас. Некоторые работы доступны в электронном формате и есть на сайте научной библиотеки имени Лобачевского. В данный момент мы занимаемся созданием электронной базы рукописи. Для этого были разработаны названия коллекции и тематические списки, чтобы читателю было удобнее находить, что его интересует. А пока ученые кафедры биохимию узнают, чем дышит и как себя чувствуют древние рукописи книги. Они проводят микробиологический контроль заражения воздуха в книгохранилищах. Чашки Петри выставляются на книжные полки. Результат готов через час. Книги требуют свою погоду в доме. Ведь на кону, точнее на полках, стоит почти 6-ти миллионный библиотечный фонд научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ, итоги недели. Как поэзия влияет на самочувствие человека? Поговорим после небольшого перерыва. Далее вы еще увидите. Хотел бы поблагодарить за высокую честь и предоставленную Казанскому университету возможность проведения очередного, второго этапа международной зимней исторической школы. Россия и мир. Как проект международной исторической школы привлек иностранцев? В 1564 году по Рождеству Христову. Настоящее средневековье. Какая реликвия стала настоящим сокровищем библиофилов? Варианты сотрудничества по различным направлениям в Казанском федеральном университете обсудили с представителями управляющей компании «Роснано». Ее председатель Сергей Куликов посетил КФУ. Ректор университета рассказал о формировании на базе вуза научных институтов. Ильшат Гафуров отметил интенсивное развитие цифровой инфраструктуры и создание собственных площадок для трансфера технологий и коммерциализации научных разработок. О других новостях из научной и культурной жизни университета продолжим в нашем дайджесте. В КФУ стартовала Международная историческая школа для иностранных студентов. Она собрала вместе в онлайн и офлайн формате больше 5000 участников из 36 стран. Тема второго этапа Международной исторической школы «Россия и мир» на повестке и культурные аспекты взаимоотношений различных народов и их развития, проектная деятельность студентов и историческая политика. Модераторами и спикерами для иностранных студентов стали ведущие ученые, представители академического сообщества нашей страны. Прежде всего хотел бы поблагодарить Министерство образования и науки России, Российскую академию наук, Общественную палату Российской Федерации, Российское историческое общество за высокую честь и предоставленную Казанскому университету возможность проведения очередного, второго этапа Международной зимней исторической школы. Выбор заведующих кафедр, отбор претендентов на должность педработников, присвоение ученых званий и выдача дипломов доктора наук и кандидатов наук. Об этом шла речь на заседании ученого совета университета. Его провел ректор Ильшат Гафоров. Здесь же было подписано соглашение между федеральным и экспертно-аналитическим центром Союза нефтегазопромышленников, СНГПР-консалтинг. Стороны будут сотрудничать в разработке умных микроконтейнеров для нефтегазовой отрасли. Соглашение подписано 18 марта 2021 года в городе Казани. На этой неделе Казанский федеральный университет подписал соглашение и меморандум о сотрудничестве с муфтиатом республики. Подписи под документом поставили ректор Ильшат Гафоров и муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Меморандум предполагает работу в реализации совместных проектов по разным направлениям. Например, реализация проектов в области сохранения и популяризации татарского богословского наследия. У нас огромное наследие, которое мы получили исторически от наших предшественников. И это наследие сегодня нуждается в изучении, понимании и передаче новым поколениям. Мы формализуем наши отношения, то есть придаем им официальный статус. И мы рады работать с таким университетом, как КФУ, потому что он один из лучших университетов в мире. В конце этой недели Ильшат Гафоров вручил дипломы DBA и MBA выпускникам высшей школы бизнеса КФУ. Выпускной прошел в императорском зале. Документы об образовании получили больше 30 мастеров делового администрирования. Многие из вас заканчивали в Казанском университете в течение года. И очень приятно, что независимо от занимаемой должности вы возвращаете логану учебного заведения и получаете дополнительные знания и компетенции, которые, я надеюсь, помогут вам продвигаться и в карьере, и в собственном бизнесе. Правительство Австралии попросило Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента, газетами и журналами. В ответ соцсеть забанила Австралию. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому интернет-платформы должны платить австралийским изданиям за ссылки на их материалы. Ведь традиционные СМИ тратят огромные средства на создание контента, в то время как соцсети только зарабатывают на чужом товаре. А в России Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать специальное приложение для подсчета количества пользователей. Это нужно, чтобы определять, попадает ли соцсеть под требование закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента. Кстати, ведомство уже предъявило Твиттеру, что заблокируют его, если сеть не удалит запрещенную информацию. Леонид Толчинский в своей авторской рубрике продолжит тему интернет-новостей. И вновь с вами «Смотрите сами». Думаю, что глобальные проблемы социального пространства в интернете Салават достаточно полно упомянул. А я же, упуская драматические события в мировой политике последних дней, обсуждением которых забиты все мировые сети, остановлюсь на ЧП районного масштаба. Впрочем, тот самый случай, когда беда в полном объеме масштабируется на всю страну. В Татарстанском Заинске сгорел памятник. Почему столь местечковое событие стало одним из главных в медиапространстве страны? Во-первых, дотла, точнее до Остова, сгорел памятник воину-освободителю у Вечного Огня. Во-вторых, памятнику было всего 10 месяцев. Его с помпой установили взамен монументу времен СССР, который простоял почти 40 лет. Тот памятник, говорят, не раз реставрировали и решили, что хватит с него. Почти сутки демонтировали и быстро, так легко, одним небольшим краном водрузили новый. В-третьих, авторы, заказчики, исполнители хором уверяли, что новый памятник из особых огнеупорных материалов. Гарантии в 40 лет, правда, никто не давал, но 10 лет обещали точно. Но и это еще не конец трагической цепочки. Подожгли памятник 10-12-летней подростки. А знаете, что они в темноте, как оказалось, под зачем-то фиксирующей все происходящее камеры делали? Они на вечном огне полили веточки из венков, что покоились у подножия монумента, и перекладывали эти веточки, собственно, к подножию. Я не спрашиваю, зачем там в Зайске повесили камеры видеонаблюдения. Это пустой вопрос. Никто на действия подростков реакции не выдавал. И знаете, я думаю, почему? Потому что беспредел с вероятностью 100% творился у вечного огня там постоянно. Вселенский срам Зайска полыхнул по всем медиастраны. Мы уже много наблюдали за кощунством, что творят подростки у вечного огня в своих населенных пунктах. А помните, мы в одной из наших программ говорили о парне из Волгограда, танцевавшем на Мамаевом кургане с голым торсом, и предупредили тогда, что подобное будет слишком часто повторяться. Не потому что мы такие провидцы, а потому что большие, сложные, системные проблемы образования и воспитания просто начали давать свои плоды. Вот и всплывают горящие факты такого рода от недели к неделе. Для анализа ситуации рамками одной рубрики не ограничишься. Тем более, что в случае с Зайском дали себе знать как никогда ярко провалы многих управленческих схем. Не могу утверждать что-то про коррупцию, но про вопиющую халатность и неэффективность точно можно говорить. В этом контексте, во всяком случае, активно обсуждают случившиеся в социальных сетях. Куда уж наглядней. Крайних, возможно, и найдут, но глубинные проблемы вряд ли решат. Вторая составляющая здесь – воспитание и образование. Не секрет, что сегодняшние дети – это, простите за тавтологию, дети-родители, воспитанных в разруху 90-х. А значит, надо признать, что многие семьи, созданные этими людьми, никакой воспитательной, культурно-нравственной миссии выполнять по определению не могут. Это большая и трудная тема, и очень трагическая. Тут не конфликт поколенческий, тут конфликт неучей и людей с надломленной жизнью, психикой, недовоспитанных с теми, кто еще помнит, что это такое. К слову, тут минувшая неделя просто полна страшных примеров, обсуждаемых в соцсетях. Вот в одном из городов как бы мать просто взяла и подожгла не памятник, а собственного ребенка за то, что он что-то там рассказал про ее измены. И вот уже такие как бы родители испепеляют собственных детей. Остается одна надежда на школу. Но что творится там, в каком состоянии, в каком положении находятся педагоги, их методики, это, как говорят в интернете, боль. К слову, большая часть педагогов при этом – это уже все те же дети из 90-х. Еще и мало чем, и на что мотивированные. Те подростки, что подожгли памятник, развлекаясь у загашенного пожарными от греха вечного огня, даже не понимают не только глубины смысла таких категорий, как память, подвиг, уважение к истории. Они с большой долей вероятности даже не знают, о чем все это и для чего. Для них вечный огонь и мангал для шашлыка почти синонимы. И для их родителей зачастую тоже. И для изрядно омолодившегося корпуса управленческих кадров. А вы заглядывали когда-нибудь в современные учебники истории? Там настоящий трэш. Клубок страшных, нерешенных проблем, плоды которых мы начали пожинать. Это уже не наше завтра, это сегодня. И тут не блокировка неугодного контента в соцсетях нужна, чем так увлеклись в последнее время. Неугодный контент – это тоже следствие чего-то более безысходного, с чем мы столкнулись. Кстати, не соглашусь и с детским омбудсменом, призывающим не наказывать детишек. Речь не о розгах и плетках, но если не будет мер принуждения к осознанию недопустимости пакостных поступков, результат со сгоревшим памятником покажется именинной свечкой. Никто изначально ничему учиться сам не хочет, но человечество освоило методики принуждения детей к получению знаний, любых, от тех, что предусмотрены средней школой, до специфических музыкальных или технических. Осознание важности, впитывания морали, нравственности, уважения к окружающему миру, к истории, памяти предков тоже требует своих, если хотите, методик принуждения. Ну, это если не получается, без поджогов. Думаю, что полыхнувшие в Заинске проблемы потому и стали главной темой в медиапространстве страны, что сконцентрировали себе клубок взрывоопасных нерешенных проблем. Думаю, что мы их будем еще более детально, шаг за шагом обсуждать в наших программах. А завершить хочу одной весьма значимой цитатой из «Железной леди XX века» Голды Мэйер. Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, в которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага. Первое. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена. И второе. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи. К чему это я? Смотрите и решайте сами. Всем доброго. Как слово наше отзовется, нам не дано предугадать. Я немного переначал строки Тютчева, но именно имя хотел напомнить, что 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Праздник был учрежден ЮНЕСКО, и высокий статус этой организации дает нам понять, насколько важна поэзия для человечества. Всякий ли может стать поэтом? Об этом мы поговорим с руководителем литературного объединения КФУ Арс Поэтика Алексеем Кирилловым. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Так кому и зачем нужна поэзия? Здравствуйте. Поэт. Что значит быть поэтом? Что значит пишущая рать? А это значит дивным светом людские души озарять. Это строки казанского поэта. И что такое поэт? Поэт по-гречески — это делатель. Это человек, который делает реальность нашу, который рассказывает нам о нас, о самих, так, чтобы ему самому интересно было. А что значит быть поэтом? Мы понимаем, что быть поэтом — это иметь особое мышление. А вот если, например, тренироваться, как это делают в литературных вузах, может ли из человека что-то получиться, если он вот прям горит желанием писать стихи? Да, конечно. Если человек хочет научиться писать стихи, ему это может даться, потому что любой человек, который обладает грамотностью и может писать, он может написать стихотворение. И великий поэт Иосиф Бродский, он когда преподавал, он говорил, «Я заставляю своих студентов каждый семестр заучивать более сотни стихотворений». Как научиться писать? Это читать хорошую поэзию и никогда не останавливаться в своем поиске, писать, рассказывать стихи своим друзьям, публиковаться. Я приоткрою небольшую тайну нашим зрителям. Вы по профессии юрист. Как получается совмещать такую, казалось бы, немного рутинную работу с возвышенным, с поэзией? Ну, если честно говорить, вот это совмещение этих занятий, оно не очень редкое, потому что юристом был Лев Николаевич Толстой, юристом был Шарль Пьеро, сказочник, юристом был Гёте. И, по сути дела, это работа со словом, работа с образами. И поэтому, я думаю, что возможность писать, она дана каждому. И юриспруденция, поэзия, другие гуманитарные науки, они очень перекликаются и очень друг друга могут дополнять. И поэзия позволяет человеку выходить из этой рутины и восстанавливать свои настройки, настройки на человечность, на доброту, на любовь. Расскажите про ваше литературное объединение, чем оно занимается, пожалуйста. Литературное объединение при Казанском государственном университете, КФУ, оно работает достаточно долго. Мы в прошлом году для себя отметили такую дату, как 40-летие работы. И мы занимаемся тем, что мы обсуждаем стихи, готовим к изданию сборники. У нас в прошлом году мы издали два сборника. Один из них называется «Корона на бок». Он был посвящен как раз всем событиям, которые связаны были с этой глобальной эпидемией. И очень интересные стихи ребята сочинили. И даже артисты казанские, они подхватили. Есть видеозаписи в интернете, на ютубе, можно найти. То есть пандемия может еще и вдохновлять, да, я правильно понимаю? Или это, наоборот, героизм людей? Вдохновлять может каждое событие, каждое, что может затронуть человека за душу. И если это отзывается в творчестве, это прекрасно. В восторге я, душа поет. Говоря словами Высоцкого, хочу поблагодарить вас за интересную беседу. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Я приглашаю всех к сотрудничеству и к написанию стихотворения. Да здравствует поэзия. Спасибо. В том, что слово «драгоценно» убеждают нас раритеты, хранящиеся в университетской библиотеке. Мы уже сегодня побывали в ней, когда увидели, какое наследие по истории и культуре татарского народа в ней можно найти. На самом деле здесь огромное количество редчайших книг. Святыни, которые важны не только для библиофилов, но и для верующих людей. Одна из них – самая первая напечатанная книга на Руси. Илья Андреев в нашей новой рубрике о самых интересных экземплярах отдела редких и рукописных книг. 14 марта в России – День православной книги. Именно в этот день выходит первая русская печатная датированная книга «Апостол Ивана Федорова». Сегодня в отделе рукописей редких книг в библиотеке Казанского университета мы вместе с вами увидим и даже прикоснемся к этому уникальному редкому экземпляру 1564 года. С 2010 года День православной книги в России отмечается ежегодно. Первая русская государственная типография «Московский печатный двор» была построена в Москве на деньги царской казны с 1553 по 1563 год. Первым официальным изданием этой библиотеки стала книга «Апостол». Вот прямо сейчас передо мной первая датированная печатная русская книга «Апостол» 1564 года. Коробка сделана из бескислотного картона. Нужно сказать, что в отделе рукописей редких книг есть особые условия хранения таких редких уникальных памятников. Итак, температура сохраняется от 18 до 22 градусов. Влажность воздуха от 55% до 60. Появление апостола в собрании университета хорошо известно и связано с деятельностью Николая Ивановича Лобачевского в должности библиотекаря Казанского университета. Великий ученый стал совмещать эту службу с постом ректора с 1827 года и поэтому подписывался ректор и библиотекарь университета. Николай Лобачевский оценил «Апостол» в 45 рублей серебром по тому курсу. В инвентарной книге библиотеки сохранилась запись о том, что сумма была установлена в 50 рублей. Совсем скоро эти деньги были выплачены крестьянину Ивану Никонову, который пришел с книгой для продажи в Казанский университет. Книга создавала впечатление удивительной гармонии. Двухцветная печать, красивый изящный шрифт, затейливый рисунок, резаных на деревянных досках заставок и инициалов, прекрасная гравюра. Так, перед нами книжный памятник апостола 1564 года, выполненный в оригинальном кожаном переплете. Нужно сказать, что он является единственным экземпляром в регионе, сохранившимся до наших дней, который, собственно, создавался специально для региона. Здесь можно видеть застежки, но и читаем надпись. Первая книга, напечатанная в Москве в 7072 году по сотворению мира, то есть в 1564 году по Рождеству Христову. Мы открываем книгу, и перед нашим взором первая и единственная гравюра в апостоле. Здесь мы можем наблюдать апостол Луку. И нужно сказать, что вот после того, как вышел первый печатный апостол, все те, кто продолжали, издавали апостол, они следовали этой же традиции, той же расстановке и гравюры. И вот здесь мы можем увидеть заставку, первую букву, инициалы, красным шрифтом мы можем видеть выделение. Все в точности, в точности повторяли. Наличие экземпляра апостола Ивана Федорова и Петра Мстиславцев в фонде научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета глубоко символично. Читая уже в послесловие, Иван Федоров заложил идею создания первого, создания книгопечатания, собственно, для того, чтобы эта книга и последующие распространились в ограде Казани и его пределах. Николай Лобачевский высоко отзывался об этом издании. Книга сия, будучи первую, напечатанная в Москве, важна для библиотеки университета, как памятник типографского искусства того времени. Как говорил бразильский психолог-педагог Пауло Фрейре, дело не в количестве прочитанных книг, а в количестве вызванных ими мыслей. До новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Хафиз Гараев, Итоги недели. Присоединимся к нашему коллеге. Читайте, вдохновляйтесь и делайте новые открытия. На сегодня у нас все. Будьте с нами.